Дорогие друзья, всем доброго дня и отличного настроения! С вами команда Николая Сомсикова, агент стремости ТИТО. Меня зовут Артём, и сегодня мы вместе с вами изучаем интересный дом, который располагается в селе Грушевское. Это Александровский рен Ставропольского края. Собственно, у расположения села мы находимся в 110 километрах отдаления от города Минеральные воды. Не буду долго тянуть резину, друзья. Что нас сегодня ждёт? Дом – это жилые постройки с удобствами, естественно, отдельная постройка, кухня, также подвал у нас пристроенный, достаточно просторный гараж, множество хозпостроек на участке каменных и ухоженный огород. Вообще, хозяйка молодец, за своим участком следит. Я сейчас вас познакомлю. Конечно же, с селом мы погуляем в центральных частях, узнаем, что здесь есть. А если у вас останутся вопросы, то в описании вы всегда можете прочитать подробную информацию полностью, ну и также найти номер телефона нашего специалиста, созвониться и поинтересоваться за данный дом и другие населённые пункты Ставропольского края, Краснодарского края и Ростовской области. Переносимся в центр. Итак, друзья, мы с вами вместе в центральной части села Грушевского. Собственно, здесь разъезды и сейчас кладётся асфальт. Асфальт чуть раньше положили дорогу, сейчас делают тротуарные дорожки. Ну и, собственно, здесь у нас хозмаги, продуктовые магазины, Почта России, банкомат Сбера, автобусная остановка. Здесь направление Александровского свободное, либо же туда далее на города Кавказских минеральных вод, либо же Светлоград. И вот у нас такая аллейка. Для проезда она у нас закрыта, здесь пеший проход, поэтому я буквой П и катаюсь. Собственно, Дом культуры. Сейчас я вас поближе перенесу. Ну и, друзья, я уже на подходе к Дому культуры. Хочу вам напомнить про телеграм-группу, потому что все ролики и большинство информации по продаже домов Старопольского края, Краснодарского и Ростовской области выкладываются именно туда. Будьте первыми, прописывайтесь и получайте информацию. Собственно, Дом культуры уже поближе. Достаточно неплохая постройка, чистенько, аккуратно все выглядит. В круглую вам еще немножко покажу. Школа, вот мы как от центра стояли вниз, спускаемся через речку, там она школа. Обучение 11 классов. Также детский сад, также рядышком находится. И больница, ну где-то в километре от центра. Следом, если будем идти к зданию администрации, здесь также у нас ОЗОН, пункт выдачи посылок. Можете некоторые товары заказывать и получать прямо в селе. Территория сквера, здесь также детские площадки. Вот у нас получается вечный огонь с обратного направления. Множество магазинчиков. Пускай это не гипермаркеты, не какие-то громадные торговые центры, но продукты питания, хостовары здесь приобрести необходимо и возможно. Вот можно сказать, что такая у нас центральная часть. Ну и далее возвращаемся, конечно же, к самому дому. Дом у нас на двух хозяев. Я думаю, что по границам будет все понятно, ориентировочно. Кирпич, караед, здесь все ясно. Кровля из шифера, окна по дому стоят все пластиковые, фундаменты каменные. Ну и далее у нас калитка пеший проход, ворота для въезда автомобиля напрямую в гараж, упор. Ну и дальше уже соседские владения проживают, молодая семья. Что касается преддомовых, друзья, здесь достаточно широкие пространства. Вот у нас молодежь, парни играют в футбол. И на центр мы можем выходить как в этом направлении, вот буквой П как бы выйдем. Это одно направление, второе вот в эту сторону. Дорога асфальтирная, две машины разъезжаются. По прямой по этой улице мы упираемся в больницу. Влево уход, там начинается дом культуры, озон, магазины и все остальное. То есть расстояние до центра где-то километра полтора, около того. Тихая, спокойная улица, достаточно зеленая. Посмотрите, что много растительности. И это в основном плодовые деревья. Конечно же в большинстве случаев это абрикосы и грецкий орех. Как-то так это все дело у нас выглядит. Коммуникации, газ, свет, вода естественно подключены. Канализация у нас будет две штуки. Одна ванна, туалет, уходящая на участок. Из кухни также отдельно. Давайте уже продвигаться поближе к самому участку, на территории. И, собственно, перед домом множество цветов. Хозяйка молодец. Одна, и говорит, что я 20 лет одна проживаю на данном доме. Все содержу в чистоте. По мере, конечно же, возможности. По мере возможности финансовой, физической возможности. В этом вот большой плюс. Я ставлю молодец хозяйка. Столько сил иметь. Не каждому, честно говоря, дано и упорство. Потому что я тоже бывал в деревне у бабушки. Знаю, что такое поработать на земле. И какой это трудоемкий процесс. Здесь у нас лицевая сторона закрыта караедом. Ну, там еще обратная сторона. Там мы все будем подмечать. Состояние все хорошо. Абсолютно отлично. Сырости плесени я по окнам прошел, посмотрел. Нету. Цокольная часть у нас в плитке. Металлический. Сверху как бы набойник сделан. И вот у нас газовая труба. Вдоль дома. Достаточно высоко она расположена. Машина может даже высокой тип будки газели, допустим. Либо что-то такое заехать на участок. Ну, а перед домом у нас отсыпка с щебня. Возможно, также плитку стелить. Либо же асфальт. Там уже смотрите, как хотите. Все. С улицей мы с вами вместе определились. Могу еще сказать то, что у нас интернет на дома заводят кабельный. Если также необходимо. Сотовая связь у меня работает отлично. Металлическая калитка открывается. И мы попадаем во двор. Немножко отклонюсь к воротам, чтобы со стороны посмотреть на всю эту территорию. У нас уличный душ. Опять же, хозяйка живет одна. Она вот поставила. То есть машина не пользуется. Въезд в гараж пока что закрыт именно душа. Но его перенести совсем не сложно. Будет в какое-либо другое место. Снаружи посмотрели то, что дом вроде бы как широкий. Но здесь еще больше как будто его длина. То есть дом действительно большой, не малый. Окна некоторые видно, что закладывали. Шиферные скаты мы можем посмотреть. И весь проход у нас под навесом. Металлическая конструкция. Здесь проезд бетон. Машина проедет, я думаю, что с легкостью. Ну, я проеду 100%. И уже малина по бокам. Там также будет еще и клубника. Вот у нас, собственно, крышка. Это канализация с ванной и туалета. Она не выкачивает, если того не требует. Люк бетонный новенький стоит. Состояние стен. Давайте я буду подходить поближе. Вполне приличная постройка. Трещин, повреждений. Здесь ничего серьезного абсолютно нет. Белый силикатный кирпич. На то, что вот закладывали окна, это все понятно будет. Цоколь также здесь прикрыт. Это окно к ванне и к туалету. Здесь такая кухня, можно сказать. Поймем, когда внутрь сидим, покажу все, объясню. Проходы у нас бетонированы. И здесь все в металле. Можно сказать, что под конструкциями кто-то виноград пускает. С правой стороны мы можем посмотреть, что у нас Изабелла растет. А кто-то вот так расплетает помидоры. Хозяйка, я думаю, что большая любительница. Я вам покажу помидоры везде, по всем проходам. Вот как просто цветы посажены. Здесь у нас такой пятачок расход. Возможно, какие-то столы ставить. По лету, когда это все оплетется. Обед на свежем воздухе, к примеру. И вот у нас в итоге входная группа. Также все под навесом. Даже дождь, если что-то такое у нас будет проходить, мы не намокаем, можем передвигаться по территории нашего участка. И вот внутренняя часть также под краевом. В доме будет оставаться множество мебели, приборов. Там уже с хозяйкой вы сможете все обсудить. И задать все интересующие вас вопросы. Цветов, просто море. Посмотрите сами. То есть вот у нас все окантовки по средствам поставлены. Вообще чистота и порядок травинки. Никакой лишнего у нас на участке нет. Постройка кухни. Также из камня она сделана металлом, накрыта. Окна ставят пластиковые. Ну и там еще будут переходы в подвал. Немножко попозже посмотрим, поймем. Давайте пока что определимся с территорией двора и вообще полезными пространствами, постройками. И будем на основное переходить. Это дом и кухня. Въезд в гараж по высоте чуть больше метр восьмидесяти. Легковушка влетает абсолютно любая. Также крейдом весь покрыт. И гараж у нас построен из ракушечника. Сейчас внутрь зайду, покажу вам. Гараж у нас со смотровой ямой. Яма достаточно глубокая. Так, дверка останавливаемся. Ракушечник. Вполне все нормально сложено. Чистенький. И аккуратный гараж. Полбетон. И вот у нас в итоге смотровая яма. Тут не знаю, хоть как подвал ее использую, храни картошку на зиму. Там глубина промерзания два раза выдержана. Вот такой в итоге гараж. Но это уже больше для мужчин. Либо какая-то мастерская возможно будет. Может под банный какой-то комплекс переделать. Там уже решайте так же сами. Я тут умничать или с ней буду. Состояние вполне хорошее. Трещин, повреждений здесь также нет. Так, дверка. Хватит нам скрипеть. Петли можно подмазать. Дверь обычная, деревянная. И переходы дальше. Это у нас хозпостройки. Причем обращаю внимание, что у нас на хозпостройках, на сарайчиках стоят также пластиковые окна. Помидоры, как я и говорил, что у нас везде на проходах. То есть вот они вдоль где-то поменьше. Черики типа стоят. Здесь обычные помидоры. Маленький сарайчик, возможно под птицу. Здесь синик. Но по факту сейчас всякое-всякое хранится. Его либо использовать, либо же разобрать будет, что не проблемно. Уличный туалет. Самый обычный деревянный. Тут он нам в принципе не интересен. В доме удобства все есть. Посмотрим сарайчики изнутри. Первая это кладовка. Вот с участка картошку хозяйка пособирала. Мелкая, ну и ничего страшного. Чеснок, лук. Все зато свое. Хотя молодая. Сварить с селедкой, с укропом, с сливочным маслом. Большое удовольствие. Я еще, кстати, у хозяйки пару острых перцев сорвал. Сегодня будет харчо готовиться. Кто кушает, приятного аппетита. Здесь также видно, что ракушечник, отсеки. Раньше держали коров. Но по факту можно и хрюшек завести. Или бы другую живность насеста поставить, переделать под птицу. И вот здесь у нас еще также под хрюшку небольшое отделение есть. Вот здесь, я думаю, что металл чуть выше поднять и пускай себе будет. Соответственно, обратные стороны примерно представляем, визуализируем, как у нас выглядит весь участок. Сейчас еще покажу, конечно же, огород. Огород, мое почтение, тоже в хорошем состоянии. В плане того, что перекапывай и начинай сажать, сколько чего тебе нужно. Растет все хорошо, друзья. Можете и сад добавить, можете виноград, что угодно. Хозяйка делала то, что необходимо именно ей. Я еще узнал насчет скважин, пробивает ли по селу. Мы недавно продавали дом по соседней улице. Люди приехали, купили его. Там была скважина. Я говорю, а как здесь обстоят дела? Она говорит, вполне реально, по стоимостям в селе можно узнать, сколько чего это будет стоить. Соседские территории. Здесь трава костится на корма. Хозяйка сказала по секрету, если надо будет, вы можете договориться. На уступки пойдут люди. Возьмите себе еще немножко земли, если необходимо будет, конечно же. Вот такой участок. Можно сказать, что в квадрат, достаточно ровный. И травы никакой абсолютно лишней нет. Перекапываем по сезону и добавляем уже там чеснок, лук, картошка, все что угодно. Может, сад просто разобьете. А так огурцы вижу, перец, базилик, томаты. Ну и у людей можете также посмотреть приблизительно плодовые деревья. Под накрытым, это у нас огурцы, по-моему, растут. А здесь видно, что выкопали. Ну, скорее всего, картошка была. Все, на этом идем напрямую на наши постройки. Осматриваться будем изнутри. Ну и, друзья, я сегодня в телеграм-группу записывал, что я еду и дома и подешевле смотрел. Если вы еще не подписаны, то советую вам зайти в группу, потому что вся информация о наших общепередвижениях, о наших съемках туда выкладывается намного раньше. Просто будьте первыми, потому что хорошие дома продаются быстро. Мы очутились снова во дворе. И давайте сначала начнем с дома, потом перейдем к кухне. Вход через три ступеньки. Дверь открывает. Я, наверное, разуюсь даже с улицы. И вот получается, что при входе я свет добавлю. Выключатель пока что не вижу. Лампочки тоже точно вижу. Ну, будем включать, периодически смотреть. Так будет понятно. На полу плитка, стены, пластик, подолок, пластик. Такая входная группа. Дверь у нас деревянная стоит. Раньше это была кухня. Но хозяйка говорит, я ей уже не пользуюсь. Я переехал вот в отдельную постройку. Я там диванчик, все свои дела. Я делаю там. Даже бывает, что и живу там. В дом практически не перехожу. В чем смысл? Здесь вот у нас газовая врезка. То есть плиту мы, естественно, можем поставить. Вода, вот она вынесена. Колонка нагрев воды. Окно, выходящее на въезд к гаражу. И вот в теории, если есть необходимость, опять же, в доме иметь кухню, то ее можно возобновить. Либо же вот пользоваться так, как пользоваться, например, хозяйка. Окно. Ну, проветривание и так уже стоит. Откосы пластиком подбитые. Достаточно чисто. Ну и отопление. Вот такие пластины у нас будут. По дому потолок. Так, подбит пластиком. И что он говорит по высоте? Это где-то 2,60-2,70. Потолки, допустим, не низкие. Полы по дому деревянные. В основном это будет линолеум. Ну и ламинат еще также на проходах есть. Свет. Так, лампочка у нас это чуть поблымкивает. Я вот прошелся в первоначальной, я свет не посмотрел, где включается. Но я думаю, что абсолютно все видно. У нас получается, что коридор, разводка по комнатам. И давайте все же пройдемся влево-направо. Посмотрим все помещения. Первое, это у нас туалет-ванная, полы-плитка и сама ванная. Ванна достаточно большая. Она чистая, может где-то под плитки. Герметик вот, видно, повылазил. Его зачистить и снова пройтись свежим. Это не такая уж и проблема. Здесь плитка не до самого конца. Тут пластик, но ввиду опять же батареи пошел. Раковина умыться. Плитка вроде как вся на своих местах. И дальше у нас справа еще и котел располагается. Котел не стали менять на новый фон, потому что этот экономично работает. Только лишь всего. Работает хорошо, зима у нас не такая уж и холодная. В отопление, конечно же, много вкладывать не нужно. Именно что у нас может дом на фитиле топить, да и все. Дальше, друзья, у нас будет переход в такую проходную спальню. Я уже уточнил насчет вот этой стены. Ее возможно убрать вообще, сделать одну большую комнату. А так у нас две. Получается, что зал. Ну, зал у нас еще отдельно. Это вот для хозяйки зала. Говорит, у меня спальня и вот эта комната. Дальше я никакие пространства не использую. Когда с мужем, говорит, была тогда да. Поактивнее все это было. Пол дерева, пол линолеум. Стены оклеены в обои. Мебель. Ну и здесь, я думаю, что и так понятно. Телевизор. Кондиционер у нас, конечно же, остается. Потолок натяжной розовый. И переход. Вот у нас еще дополнительно спальня. Но я думаю, что сразу же стенку эту можно убирать. И просто сделать прям вот просторную территорию. Спальня достаточно чистая. Геометрия стен вполне неплохая. То есть тут переклейка никаких проблемных мест, ничего нет. Рельефности как таковой тоже нет. Ну, я не скажу, что идеально. Вот под маяк стены выровнены, но вполне ровные. Потолок натяжной глянцевый белый. И вот такая в итоге комната. Диван. Ну, конечно, мебель нагромождена, что именно кресла, диван, шкафы. Все это стоит. Там поиграться, а скомпоновать. Я думаю, что пространство даже визуально больше станет. Окно здесь в шторке. Проветривается. Все аккуратненько. И откосы у нас в пластике. Отопление, а также пластинки. Идем дальше. И напрямую самая большая комната на весь дом. Это, конечно же, уже основной зал. Здесь потолок также натяжной белый матовый. Мебель большинству будет оставаться. Пространство хорошее на самом деле. Места много. Какие-то комнаты можно еще больше увеличить. И в итоге вот такую территорию мы имеем. Тут целая, не знаю, игровая. Праздники, столы, новые года, дни рождения отмечаются. Окна. Ну, то же самое. Лицевая сторона. Все чисто, аккуратно. Сейчас я вам покажу. Проблемных участков конкретно нет. Если освежить по косметике. Возможно. Ну и возможно также приехать и проживать с первого же дня. Ну и последняя комната. Изолированная спальня. Также неплохие размеры. Тут и двуспальная кровать вмещается с легкостью. И шкафчики еще дополнительно поставить возможно. Собственно, как-то так. Ну и здесь зеленые тона под обои. И уже потолок сделали зеленый, натяжной. И окно уже практически на всю комнату. Правая створка у нас открывается, если что. В итоге мы имеем зал и как бы три спальни. Одна из них проходная. Ну или же может быть две большие прям спальни. Большой зал. В теории мы можем возобновить кухню. Ну и прихожку мы это все видели. Теперь нам осталось выйти на улицу. И осмотреться с кухней и с подвалом. На этом будем тогда уже, конечно, заканчивать. Немножко ускоряя темп. И далее напрямую уже на вход в кухню. Здесь у нас также под навесом входная группа. Небольшой порожек, плитка. И давайте я разуюсь с улицы также. В итоге за навеской раскрывается. Дверь прикрывается. И мы попадаем вот в такую комнату. Холодильник стоит, диванчик стоит. Вот хозяйка говорит, я большинство времени здесь нахожусь. Телефон, что-то, какие-то видео смотрю. Развлекаюсь, можно сказать, что так. И у нас вот тут такая скрытая дверь. Получается, что это проход в подвальное помещение. Подвал у нас также из ракушечника выложен. Ну тут солка. Вот начало. Хозяйка вниз пока что не спускает. Территория хорошая. Под хранение. Вот и картошка, и лук. Все поддончики ставим, распланируем. И хорошо. Сам подвал изнутри. Снизу он сухой. Достаточно глубокий. Пользоваться можно. И давайте возвращаться в саму кухню. Где у нас происходит саготовка. Ну вот хозяйка что-то из нового. Накрутила, она закрывала. Такую красоту. И варенье, и овощи. Посолила. Пластиковая дверь. И здесь у нас сама кухня. Высота потолка где-то 210-220. И вот так на уголок раз вынесена 4-комфорочная газовая печка. Официальная врезка газа. У нас еще одна за этой стенка есть. Кстати, я не показал. Пойдусь. Сейчас, конечно же, выйдем, посмотрим. Ну, то есть, вот территория для готовки. Уголок под обед. Стены, но половина в пластик. Здесь фартук из плитки. И вот крашеный. Потолок подбит также пластиком. Давайте свет подключаем. Посмотрим, что у нас здесь. Освещение точкой работает. На полу ламинат. Ну, вполне. Пока семья находится, допустим, в доме, хозяйка может спокойно приготовить что-то, потом позвать всех на обед, ужин. Как угодно. Если хотите, конечно же, в доме сделайте кухню. Чтоб там не переходить постоянно. Вот такая летняя кухня из двух комнат. Так, я обещал, что я покажу вам, где у нас газ. У нас еще есть одно полезное помещение. Мы, конечно же, посмотрим. Собственно, вот здесь вынесена конфорка. И еще дополнительно комнатка. Это уже по необходимости, либо как-то по-иному это все использовать. Все, на этом, друзья, давайте заканчивать. Будем потихонечку выходить на улицу. Я вам единственное, что могу напомнить, что все номера в описании. Звоните нашему специалисту, задавайте все интересующие вас вопросы за данный дом, за другие населенные пункты Ставропольского края, Краснодарского края и Ростовская область. Конечно же, с удовольствием. Либо еще раз поедем для вас и отснимем ролики, или мы уже там, возможно, были. Дома смотрятся в разной ценовой категории, поэтому проблем найти дом для вас по вашим критериям не составит. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok